всем привет дорогие друзья привет как вы думаете где мы находимся 5 секунд чтобы вы подумали а находимся мы в из мире и это видео будет об из мире покажем вам что успеем сами посмотреть ну и конечно же айхан расскажет о пяти самых вкусных блюдах уличной еде которую едят в турции которые любят турки а если вы эти блюда пробовали пишите также в комментариях понравились вам или нет или пробуйте когда приедете в турцию меня зовут анастасия живу в алании в турции уже более 10 лет и на моем канале вы можете увидеть много интересных и полезных видео о жизни отдыхе бизнесе в турции поэтому подписывайтесь заходите в описании к моим видео там много полезных ссылок о том как дешево бронировать билеты отели и покупать туры в турцию со скидками присоединяйтесь к нашей дружной компании и добро пожаловать в турцию и Субтитры делал DimaTorzok 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 Сейчас мы находимся в районе Канак Это один из 11 районов из мира Густонаселенный район И этот район является историческим и административным центром города Здесь много магазинов, гостиниц, деловых центров Здесь есть исторический район, в который мы пойдем с вами чуть позже Здесь всегда многолюдно, много кафе, ресторанов В общем, это один из тех районов, которые обязательно нужно посмотреть, когда вы приезжаете в Измир Ну, а лучше всего останавливаться, конечно, тоже здесь Пока мы идем с вами до основных достопримечательностей Измира Это площадь Канак и Кемер-Алты-Базар Расскажу вам немножко об Измире Измир – это древняя Смирна Один из семи античных городов, которые претендуют на родину Гомера Представляете? Этот город охватывает обширную бухту на восточном побережье Игейского моря Море мы с вами уже видели И Измир – это крупнейший бизнес-центр страны И место проведения престижных международных выставок На одну из которых мы, кстати, и приехали В 1922 году в Измире был гигантский пожар И город отстроили заново И сейчас Измир напоминает такой среднеземноморский европейский курорт Более чем какой-то восточный мегаполис Но следы античного прошлого все-таки здесь есть Измир – это удобное место, откуда можно отправиться К руинам легендарных городов Пергама, Эфес и Троя Кстати, Измир – это второй по значимости порт И третий по величине город Турции Измир – это третий по величине городов Пергама, Эфес и Троя, Эфес и Троя, Эфес и Троя, Эфес и Троя, Эфес и Троя. Символом Измир является вот эта вот изящная башня, которая построена как раз на площади Кунак, на которой мы с вами сейчас находимся И построена эта башня в мавританском стиле В честь 25-летия восхождения на престол султана Абдулхамида II Здесь также расположена голубая мечеть Ялы, много государственных зданий, например, Мерии Измира и оперный театр Эта площадь выходит к Измирской бухте, где расположены причалы, паромы, перевозящие пассажиров на противоположный берег А вот так вот башня выглядит вечером и ночью Очень красиво подсвечена А на площади уже никого нет вообще Мерии Мерии Видео Формия Мерии П smokай Мерии Мерии Спокатил Мерии Чемпе Мерии Но Эта Мерия Мерия более поучку, поучу, поучу, пенит, пенит, кашу, пенит, чай, 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 бенит и шпи, между площадью канак и шумным бульваром февзи-паши находится главная достопримечательность из мира это большой базарный квартал Кемер-Алты и на самом деле этот квартал напоминает город в городе с огромным количеством мощенных улочек, лавочек, кофеен, огромным крытым караван с сараем с мистической атмосферой мы туда с вами тоже попадем остатки старого допожарного из мира можно также отыскать в бывшем французском районе Буджа и английском Борнова, где находятся около 30 деревянных особняков с резными балконами, построенными в 19 веке богатыми иностранцами также от улицы Дарио Морено в еврейском квартале на столетним уличном лифте можно подняться верхние районы города откуда открываются замечательные виды на всю Измирскую бухту весь день в течение проекта застой в небес кладом кастрюме от измиренной на самом деле такие правы Хаскали я горжу доброй в этом режиссере в семью в доме я паут я зимой я я я я это Следующую супер! Их цвет можно выпить картофель в течение. Объяс goods или туба. Экраны анатолевшие как и тебя нарезают. Экраны с чеотом, и сверху. Но советское время, теперь к 볶. Если в муку поделать, то то я жду. Идите в пол. Да, надо было оказывать. Мы с вами находимся около хана Кызларасы, который, как говорят, обладает мистической атмосферой и большим количеством интересных магазинчиков. Кстати, здесь можно выпить крепкий турецкий кофе, заказать чай и, конечно же, погадать на кофейной гуще. Вот именно в этом внутреннем дворике можно выпить чай, отдохнуть. Ну и, конечно же, полюбоваться великолепной архитектурой этого хана. Продолжение следует... На втором этаже расположено большое количество вот таких вот маленьких магазинчиков. И в основном здесь различные античные вещи, ну и, конечно же, украшения, много украшений с полудрагоценными камнями и различных изделий народного промысла, поделки из дерева, картины и вот такие вот интересные фарфоровые статуэтки. Продолжение следует... 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 то вы можете сделать это совершенно свободно. Турецкие поезда очень комфортабельные, чистые, и билеты на них также очень доступные. Ну и не забывайте о том, что в Турции существуют скоростные поезда, которые ходят из Коньев, из Кишихир, Анкару, Стамбул. А из Стамбула также можно доехать до Измира. ДОНЕР Ищиек, стык. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы находимся в районе Караташ И сюда наверх, чтобы увидеть потрясающую панораму из мира, мы приехали на историческом лифте. Он так и называется Ассансер. Он совершенно бесплатный. Здесь наверху есть кафе, где можно посидеть, выпить чашку кофе или чая и любоваться вот такой вот потрясающей панорамой из мира. Вот так вот выглядит лифт изнутри. И здесь внутри играет музыка Дарио Морено. Вот так вот выглядит улица Дарио Морено снизу. И вход в лифт, на котором можно подняться на самый верх, где мы только что с вами были. А Дарио Морено был итальянцем по происхождению, но жил в Измире и был известным гитаристом, музыкантом и актером. И написал одну из самых красивых песен об Измире. Этот лифт был построен в 1907 году и сохранился до сих пор. На нем можно подняться наверх совершенно бесплатно. А на этой небольшой, но очень уютной улочке, улице имени Дарио Морено, расположены вот такие вот маленькие кафе. Где очень уютно, можно отведать различные блюда и чай, кофе. Субтитры сейчас уложим. Субтитры сейчас, как раз. Наш любимый вкус, паух. Ну где какой-то вкусное и вкусное вкус. Ну чай омаре, вкусное 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон»